Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Манчестер Юнайтед Фифа 21. Она, ребята, никуда не делась, а то, когда вышла карьера за ПСЖ, многие начали переживать, мол, где другие карьеры, они что закончились, нет, ребята, все продолжается, чуть-чуть, может быть, дольше. Но вы поймите меня тоже, что снимать долго одну и ту же карьеру или, например, карьеру за Халл Сити, за Манчестер Юнайтед, мне тоже немножко поднадоедает. Я вижу активность на просмотрах, я вижу, как зашла карьера за ПСЖ, довольно активно прошли три серии, но понимаю, что одной карьерой тоже на канале жить нельзя и нужно снимать и другие карьеры. Как мы видим, здесь самые интересные главные сделки, Горецкая переходит в Барселону, Ришарлисон в Ювентус и Фикир в Баварию. У нас, ребята, также был вопрос прошлой серии возглавлять и сборную Германии, многие подтвердили, многие согласились и, ребята, я ее возглавил. У нас как раз-таки сегодня в серии будет один матч, я думаю, за сборную, там решается выход на чемпионат мира, там как раз финал группового этапа и два последних матча, один из них с бельгийцами, которые как раз-таки и вместе с нами наверху турнирной таблицы. Но начинается серия чемпионата, это игра против Челси, как мы видим сейчас, ребята, Ливерпуль с семью очками на первом месте, мы со многими командами имеем в своем активе по шесть очков, так что давайте отправляться на игру. Вы обязательно поддержите ролик лайком, если ждете эти серии, также подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик, если вы новенький. Ну и, ребята, поехали! Сейчас, ребята, карьеры на канале будут выходить, я думаю, регулярно, потому что через два месяца выходит новая FIFA и нам с вами нужно завершить карьеру за игрока, карьеру за Манчестер Юнайтед, карьеру за Хал Сити и карьеру за ПСЖ. В принципе, в ПСЖ мы какие-то матчи симулируем, скорее всего, и в карьере за Манчестер Юнайтед, так как это второй сезон, тоже будет симуляция легких соперников, будем играть более важные матчи с более интересными соперниками. Ну а Хал Сити будем смотреть. Возможно, сезон закончится после Лиги Европы, потому что, ну, эта карьера набирает гораздо меньшее. Многим интересно посмотреть на что-то более, так скажем, дорогое, более богатое и более именитое. Но есть ребята, которые смотрят Хал Сити, именно для них я продолжаю еще снимать. Челси активно пошли в атаку. Здесь пытался Джеймс на фланге сохранить мяч. Также, ребята, у нас уже есть какие-то планы, ну, а точнее у меня есть планы на FIFA 22. Вот так хитро он отыгрался с Бруно Фернандешем и тот открывает счет в этом матче. Бруно Фернандеш, первый гол есть. Роналду здесь, конечно, красавец. Как он увидел этот коридорчик, как он сделал передачу на партнера и, казалось бы, Челси уже все перекрыли, но нет. Бруно Фернандеш забивает свой второй гол в этом сезоне. Подача в штрафную. Отбиться не вышло. Тоненький пас и здесь здорово действует Ван Бисака. Передача на Криштиану Роналду и вот он, хороший выход. Роналду надо бить в дальний. Тащит голкипер. Криштиану. И он не попадает. Ну а что касается, друзья, карьер в PS22, то там пока все сложно. Вроде как игра будет бесплатной. Изначально выйдет только онлайн режим. Карьеры будут как платная DLC. Когда они появятся, неизвестно. Сколько будут стоить, тоже непонятно. И будет ли там какое-то сильное развитие в этих карьерах, тоже пока секрет. Говорят, вроде как в августе должны рассказать больше подробностей именно о карьерном режиме. Так что, ребята, будем смотреть. Надеюсь, все-таки Канами нас порадует. Если не графикой, то хотя бы какими-то интересными режимами и изменениями в карьере. Качнул соперника. Пас на Роналду. Бруно Фернандеш. И здесь он не успел пробить. Это Маркус Решфард. Передача пяточкой на шоу. Люкшоу в штрафной прострел. И вот здесь немножко к Дароналду мяч не добрался. Санчо. Передача на Ван Бисаку. Подача в штрафную. Я в сайту Бруно Фернандеша. Я думаю, на этом уже матч можно заканчивать. У нас сейчас, ребята, игра против Брайтона. Они идут на 18-м месте. Эту игру мы симулируем. Симулируем ее резервным составом. Давайте посмотрим, как завершилась игра. Нужна победа. И победа есть. У нас Донни Ван Дебек получил красную карточку. А Гриллиш принес победу. Ну и вот, друзья, как раз матч за сборную Германии. Против сборной Бельгии. Бельгийцы пока опережают нас на одно очко. И мы играем также еще с турками. Но для турков, я думаю, мы сделаем симуляцию. Но главное сейчас постараться обыграть бельгийцев. Так что, ребята, вот они составы на ваших экранах. Схемы буквально зеркальные. Так что поехали. Хоть, друзья, это и сборная Германии. Но всегда начинать с какого-то нового клуба или сборной. И тяжеловато. Потому что ты не знаешь, на что способны футболисты. И какая у них сыгранность. Будь то сильный состав или слабый. Все равно нужно, так скажем, временно адаптацию. Бороться за победу в этом матче. Осталось всего лишь два тура до завершения группового этапа отборочного раунда. К чемпионату мира. Томас Мюллер. Снова Гнабри. Хороший выстрел. Но бельгийцы отбились. А вот здесь было попадание в руку. Обидно. А это Томас Мюллер. Ему дали пройти в штрафную. Вынимай. Получил мяч. Увидел свободную зону. И расстрелял ворота бельгийцев. Вот здесь, смотрите, видно, что побежал игрок сборной Бельгии закрывать Кимиха. Шестнадцатая минута. Бельгийцы сейчас в атаке на правом фланге. Это Янузай. Пытаемся его встретить. Все спокойно. Тима Вернер качнул защитника. Вернер в штрафной. И это 2-0. И мы уже увеличиваем свое превосходство над сборной Бельгии в два мяча. Красиво, красиво Вернер развернулся. Прокинул мяч. И хлестко пробил под дальнюю штангу. Это 2-0. Тридцать четвертая минута. Буатенк отпустил соперника. Пас под удар. Удар есть. Накрываем. Удар по воротам. И что делает голкипер сборной Бельгии? Он просто дарит мяч Хумельсу. И тот забивает третий. И показывает, ребята, вы забили-то нам ноль. Видимо, недооценила нас сборная Бельгии. Караска сейчас убегает от Кимиха. Караска в штрафной. Подача. И снова здорово действует Терштеги. Черпачок на Лерой Сане. Добивание. И гол. Это снова Тима Вернер. Завел свой байк и понесся, ребята, к первому месту в группе. Пас на Тима Вернера. Ну же, будет хэт-трик. Ух, какой гол. Кто это? Горецков сандалил. Будет пятый гол, но не хэт-трик Вернера. Хорошо мяч отскочил. И Горецко как из пушки жахнул. Классный пас. Тима Вернер. Ну же, хэт-трик будет. Не смог прорваться. Не смог прорваться Тима Вернер. Это Гнабри. Вернер. И здесь тащит вратарь. И на угловой выносит бельгийцы. Мы выходим на первое место в группе. Но, ребята, это еще не конец. Мы обошли бельгийцев на два очка. Турки идут третьими. И сейчас нам нужно минимум сыграть ничью, чтобы остаться на первой строчке. Давайте посмотрим, как сыграет наша команда. Вот такие вот составы. И смотрим, как завершилась игра. Ничья 1-1. Сейчас глянем, кто же оказался первым. Мы, друзья, так и остались на первой строчке. Видимо, за счет того, что мы обыграли бельгийцев в личных встречах. Также у нас чуть больше забито. И по разнице мячей мы тоже впереди. Но и завершающий матч серии. Это игра против Ливерпуля. Они идут четвертыми. Мы пока что с Фулхом и Манчестер Сити делим первое место. Напряженная борьба уже с самых первых туров. Вот так вот выглядят стартовые составы. И, ребята, поехали. Идет дождь, друзья. И мы принимаем Ливерпуль у себя дома. Команды уже выходят на футбольное поле. Еще одно интереснейшее противостояние чемпионата Англии. Кто окажется сильнее, сейчас мы с вами выясним. У Челси мы смогли выиграть с минимальным счетом 1-0. Манчестер Сити пока так же, как и мы, играет без ошибок. Нам нужно попытаться быстро убежать. Криштиану Роналду пробивает руки Алисона Беккера, но тот успевает перевести мяч на угловой. Опасная атака Ливерпуля. И Варан. Теперь уже он выносит мяч на угловой. 15 минут позади. Хендерсон играет кулаком. Бруно Фернандеш, передача. Люк Шоу, простреливай. И до Роналду мяч не дошел. Ливерпуль очень здорово. Перестраивается на атаку, на оборону. Бруно Фернандеш. Залетает Бруно Фернандеш в штрафную. Роналду. И снова Алисон Беккер. Это снова Кунде. И пенальти. Пенальти заработан, но его еще нужно реализовать. Это, ребята, Бруно Фернандеш. Он берет разбег, бьет поворотом и укладывает мяч под перекладину. Немножко дернулся Алисон Беккер в этот же угол, но не прыгнул. У нас начинается второй тайм. Вторые 45 минут. И вот буквально за пару секунд до удара Кунде я хотел сказать, что обе команды играют просто безошибочно. Как сами команды в поле. Футболисты, так и голкиперы. Очень много работы было проделано. Очень много атак, но в итоге вот так вот 11-метровый. А сейчас Санчо пытается убежать. Санчо, здорово. Выкатывай. Нет, чуть-чуть. Люкшоу. Черпачок на Роналду. Ну же, вбивай мяч в сетку. Нет, успели выбить. Подача в штрафную. Снова Кунде. Все спокойно. И надо бежать по флангу. Начал Ливерпуль раскрываться. Это пас на Криштиану Роналду. Догонит ли он этот мяч? Ну нет, чуть не точная передача. Прострел. Вынесли. Дальний выстрел по воротам. Просто повезло. Хендерсон. Хотел исправиться. Снова Кунде выбивает на угловой. Ливерпуль во втором тайме. Очень хорош. И есть в центре партнер. Это Бруно Фернандеш. Принимал он мяч на грудь. Но уже просто не хватило сил. И в итоге, ребята, минимальная победа 1-0. Во втором сезоне уже не так легко с такими соперниками даются победы. Но мы пока, ребята, продолжаем выигрывать. Надеюсь, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok